В Алматы врачи борются за жизнь семерых человек, пострадавших во время нападения на полицейских. Одного пациента уже перевели из реанимации в обычную палату. Состояние троих раненых медики оценивают как крайне тяжелое. Аким мегаполиса Боржан Байбек навесил пострадавших и сообщил, что всем будет оказана помощь. Утром возле здания больницы скорой помощи Алматы врачи, журналисты и работники Акимата. Сюда вот-вот должен приехать глава мегаполиса. Вопросов к градоначальнику за эти сутки накопилось немало. Боржан Байбек приезжает и первым делом идет к родным пострадавших, а после скрывается за дверями реанимационного отделения. Здесь, кстати, дежурят вооруженные полицейские. Пока Аким навещает раненых, их близкие не находят себе места. Принять и осознать случившееся пока удается не всем. Врачи говорят, изменений нет. Мы уже почти сутки находимся. Не сутки, но чуть меньше суток. Думаем, да, с Аллах все нормально будет. Что все ребята нормально были. Все, извините, пожалуйста. Алматинские врачи борются за жизнь троих пациентов. Их состояние тяжелое. Одного раненого планируют перевезти в обычную палату. Самочувствие остальных стабильное. Вот только родным пострадавших держать себя в руках с каждой минутой сложнее. Сегодня в реанимации скончался 29-летний Тимур Бегасилов. Он попал под обстрел вместе с Бауржаном Нурмаханбетовым, находясь в патрульной машине. Байбек всячески дает понять, вы не одни. А позже делает официальное заявление. Сегодня утром по поручению президента было подписано соответствующее поставление о показании материальной помощи погибшим и раненым. То есть сегодня ситуация под контролем. Семьи пострадавших получат по 5 миллионов тенге, а погибших по 15. Вот только об этом родные последних сейчас думают меньше всего. Дома у полицейского Аяна Галиева мать, жена и две дочери. Родственники рассказывают, женился Аян поздно, дети были долгожданными, жил для семьи. Дочерей жену и мать, что называется, носил на руках. На протяжении 10 лет он дежурил на посту в департаменте госдоходов. Когда преступник попытался проникнуть в здание, Аян, не раздумывая, встал на пути и успел ранить нападавшего. Но и сам получил смертельное ранение. О нем много чего можно сказать, даже слов мало. Аян у нас еще, он герой, он пошел, он себе под пулю и спас. Благодаря него, может, он отдал жизнь, он с этим спас, мне кажется, многим жизнь спас. Еще одним погибшим оказался простой прохожий Ганину Риманов. 48-летний подполковник в отставке пришел в Алматинское РУВД навестить коллег. Домой мужчина не вернулся, как и 23-летний Азамат Азимжанов, выпускник военно-воздушной академии Воронежа, старший авиатехник воинской части погранслужбы Казахстана. Накануне он был не на службе. Находился в своем авто рядом со зданием ДКНБ, когда машину обстреляли. Еще двое погибших – полицейские Боржан Нурмаханбетов и Максат Салимбаев. Оба были женаты и воспитывали дочерей. Капитану Нурмаханбетову было всего 28. Младшему сержанту Салимбаеву в этом году исполнилось бы 25. В РУВД сегодня вместо их искренних улыбок и уверенных взглядов – портреты с черными лентами и цветы. Их коллеги не находят слов и не позволяют себе оплакивать погибших, потому что сегодня – служба. Как и вчера, как завтра. И здесь теперь знают только одно – каждый погибший не станет, а стал примером того, как нужно смотреть в глаза преступникам, чтобы нам с вами не было страшно. Руслан Идрисов, Валентин Лобанов, Ярнар Сайловбаев и Айдар Абдешев. Алматы.